Новаторский. Комплексный. Эстетичный. Свободомыслящий. Хаотичный. Вызывающий доверие. Революционный. Радикальный. Быстрый. Немецкий. Это Баухаус, верно? Баухаус. Спустя сто лет идеалы Баухауса еще актуальнее, чем были в то время. Сто лет назад Баухаус поднимал вопросы о другом будущем. Как мы будем учиться, как мы будем жить в будущем. Баухаус оказал влияние на мир в самых разных областях. Баухаус стремился создать универсальный язык дизайна. Все должно было иметь идеальную высоту и идеальный размер, чтобы это можно было оптимально использовать для людей. Они хотели преодолеть разрыв между ремесленниками, дизайнерами и художниками. Баухаус – это легенда. Харизма и магия художественной школы проникают и в наше время. Будучи исторически только коротким эпизодом, Баухаус до сих пор определяет современный мир. Новая педагогика, архитектура, живопись, танцы, дизайн – в Баухаусе все испробовали, на всем учились. Всему учили, все прославляли. После захвата власти Гитлером и закрытия школы, ее художники, архитекторы и мыслители эмигрировали. Они распространяют учения Баухауса, его идеи по всему миру. Что стало с великой утопией Баухауса сделать жизнь людей лучше? Мир Баухауса. Утопия. В начале 60-х годов прошлого столетия Вальтер Гропиус планирует большой жилой комплекс на окраине Берлина. С дефицитом жилья решено было бороться методами современного градостроительства. Почти все квартиры предназначены для социально незащищенных граждан. Спустя 30 лет после закрытия Баухауса в Германии, здесь это должно было стать реальностью – лучшие условия жизни для масс. Это была мечта переехать в Гропиус, штат. Абсолютная роскошь. Теплая квартира с ванной. И горячая вода прямо из стены. Невероятно. Гропиус, штат, по-прежнему моя любовь. Юта Вайсбекер и Ханс Георг Митке переезжают в свои квартиры вскоре после завершения строительства. Когда в 1969 году я вышла замуж, квартир не было. Вообще. На этом фоне сегодня просто золотые времена. А тогда квартир не хватало. Я тоже переехал сюда в 1969 году. Я написал 29 заявок в разные жилищные товарищества. Получил 4 положительных ответа, один из них сюда. У меня не было машины, и я знал, что здесь будет метро. Поэтому я принял это предложение. С конца 50-х, начало 60-х годов люди стали задумываться о глобальном решении проблемы дефицита жилья. Гропиусу и его архитектурной фирме Tech the Architects Collaborative было предложено составить генеральный план. В Берлине еще до Второй мировой войны были снесены задние и боковые дома в плотно застроенных кварталах, чтобы было больше света, воздуха и солнца. Новое жилье планировалось возвести за городом. Идею больших городских ландшафтов архитекторы разработали еще в 20-х годах прошлого века. Но только на бумаге, как утопию. Гропиус тоже планирует свой поселок утопию, но его планам не суждено сбыться. Из-за потребностей времени. В 1961-м Берлинская стена делит город на восток и запад. Внезапно возникает дефицит жилья. Начинается спешное строительство. Вместо изначально запланированных 14,5 тысяч квартир строят 19 тысяч. Вместо дюжины домов не выше 14 этажей строят десятки жилых башен до 30 этажей. Зеленый городской ландшафт Гропиуса сжимается. Он хотел не зеленых вкраплений, а городской пейзаж, проходящий между зданиями. Не обрубленную природу, а чтобы природа протекала через этот новый район. К тому времени Вальтер Гропиус уже давно жил в США. С Гропиусом можно было поговорить только на коротке, а в основном по телефону. Время от времени он приезжал сюда, но редко, может, три раза в год. Он этим проектом не руководил, был своего рода консультантом, эдаким архитектурным богом. Хотя Гропиус приезжает на церемонию закладки фундамента, он отсутствует при завершении строительства. Гропиус не мог повлиять на конечный продукт. И поэтому сопротивлялся и руками, и ногами тому, чтобы его имя было в названии комплекса. И то, что после смерти Гропиуса комплекс был назван его именем, наверняка заставило его перевернуться в могиле. С 80-х годов прошлого столетия Гропиус штат считается проблемным районом. Слишком много бетона, темные углы, анонимность. Частая смена арендаторов и много пустых квартир. Из-за запустения и роста преступности о Гропиус штате все чаще сообщают СМИ. Юта Вайсбекер и Ханс Георг Митке борются с плохим имиджем. Все были здесь счастливы и не понимали, почему о нас так плохо пишут, что, мол, это запущенный спальный район. Мы живем здесь с нашими детьми, и да, нам тут хорошо. Сегодня сюда вновь переезжают семьи с детьми. Система дома управления, предложения по досугу, модернизация жилья должны сделать район привлекательнее. Работа над превращением утопии в реальность не прекращается, как и работа над улучшением условий для масс. В других частях света нужны еще более масштабные утопии. В Латинской Америке потребность в функциональном дизайне особенно остро в жилищном строительстве и инфраструктуре больших городов. Латинскую Америку и идеи Баухауса связывает представление, что архитектор не только творец, но и находится на службе общества. В конечном итоге мы, архитекторы и градостроители, работаем для людей. Каролина Солдариага — градостроитель. Когда в ее родном городе Медельине планируют крупные инфраструктурные проекты, она следит за тем, чтобы от них не страдали жители. Главная проблема этого колумбийского города — пробки на дорогах. Во все стороны разрастаются трущобы. На узких крутых улицах регулярное автобусное сообщение невозможно. У городских властей появляется идея. Теперь шесть эскалаторов под открытым небом облегчают подъем на 384 метра в самые отдаленные районы. Обитатели Комуна-13 раньше тоже вынуждены были передвигаться по кварталу пешком. Теперь квартал, в котором проживают около 140 тысяч человек, связывают эскалаторы. Джейхко Кастанио стал свидетелем того, как Комуна-13 изменилась благодаря эскалаторам. «Я живу в этом районе 33 года, столько мне лет, с моей матерью, сестрой и сыном». Эскалаторы привлекают туристов. Это приносит пользу жителям. И рэперу Джейхко, который предлагает граффити-туры по своему кварталу. Раньше посторонние боялись сюда приезжать. Комуна-13 считалась самым опасным районом в одном из самых криминальных городов мира. Военизированные чистки и бандитские разборки сделали район опасным для жизни. Много моих друзей погибло, много соседей, много людей просто исчезли. В общем, здесь много чего произошло. Видение Баухауса «Сделать жизнь людей лучше» — в современных условиях это означает и внедрение таких инфраструктурных проектов, как эти эскалаторы. И дело тут не только и не столько в эскалаторах. Важно то, что они вызывают в людях чувство принадлежности, гордости, счастья, что они живут именно в этом районе. Сегодня более 30 семей живут на доходы от магазинчиков, которые пооткрывались рядом с эскалаторами. Благодаря эскалаторам в этом квартале немного улучшилось экономическое положение. Привет, Консуэла. Привет, как дела? Хорошо или нет? Очень хорошо, мой мальчик. Консуэла Гарсия теперь живет на доходы от своего маленького магазина. Она помнит и другие времена. Раньше даже добраться до квартала было сложнее. Да, очень-очень сложно. Это было ужасно. И дорога не всегда была вымощена, верно? Нет, у нас были... Дороги из глины и земли. Глина и земля, точно. И когда вы переехали сюда, здесь уже было много домов, верно? Да, да, но многие дома были из дерева. Да, точно. Да, именно там была тропинка, крутой склон, где иногда собиралась вода. Это был такой узкий овраг. Благодаря эскалаторам и гондолам на другой стороне города, которые сделали фавелы на склоне холма доступными, о городе стали много и хорошо писать. В 2013-м Медельин был признан самым инновационным городом мира. Конечно, это красивый город, фотогеничный и дружелюбный. Но все не так просто. На Медельин нужно смотреть с разных перспектив. Например, реализуют инфраструктурный проект для перевозки пассажиров. Эти гондолы. Но за этим стоит и желание заработать. Город превращают в бренд. И иногда забывают о нуждах местных жителей. Из-за инфраструктурных проектов из квартала могут быть выселены более 600 семей. Так для кого город? Для туристов или для жителей? Затем, чтобы инфраструктурные проекты в первую очередь шли на пользу местным жителям, следят городостроители. Такие, как Каролина Салдаригага. В Мексике идеи Баухауса нашли первых последователей еще в 20-х годах прошлого столетия. Еще популярнее Баухаус становится, когда в 1939-м его второй директор, Ханас Майер, принимает приглашение социалистического правительства в Мексике и становится директором нового института городского планирования в Мехико. Объектов, спроектированных самим Майером, очень мало. В Мексике, где он прожил 10 лет, он не построил ни одного здания. Тем не менее, своими идеями Майер формирует целое поколение мексиканских архитекторов. Я совершенно уверена, что Баухаус в Мексике оказал большое влияние на ряд мексиканских архитекторов и их работы, таких как Марио Пани. Я, в свою очередь, обращаюсь к идее Марио Пани. Я уверена, что влияние Ханаса Майера на него было очень велико. Архитектор Татьяна Бельбао занимается социальным жильем. Ситуация с жильем в Мексике критическая. Очень высокий спрос на квартиры. Жилья мало, и оно плохое. Ситуация плачевная. Архитектор хотела создать более просторное социальное жилье, чем предписанное государственными нормами. Меня интересовала структура. Я сказала, может, нам удастся спроектировать конструкцию для дома площадью более 43 квадратных метров, потому что 43 квадратных метра — это слишком мало. Дом должен быть более универсальным и приспосабливаться под климатические условия, и должна быть предусмотрена возможность расширения. По примеру, квартир Майера в Дессау она хотела разработать прототип дома, воспроизводимого в любом месте. Разработка стандартного мексиканского дома субсидируется правительством. Дом предназначен для самых бедных слоев населения. Самая дешевая модель стоит 8 тысяч долларов. Ядро дома состоит из бетонных блоков. Его площадь — 43 квадратных метра. Она предписана государством. Хитрость в том, что дом можно расширить с помощью гибких модулей. Население Мексики быстро растет. С помощью домов Татьяны Бильбао за 8 тысяч долларов возможно удастся притворить в жизнь утопию Баухауса. Благодаря креативности, смелости и хорошему дизайну создать хорошие условия жизни для масс. Может быть, это наивная мечта. Желание, чтобы мы, архитекторы, могли иметь такой потенциал. Но он у нас действительно есть. Для меня Баухаус означает иметь видение будущего и представление о том, как мы, архитекторы, можем внести свой вклад в его построение. Этим мне, в первую очередь, близок Баухаус. Ханес Майер проводит 10 лет в Мексике, в период, когда страна, управляемая левым правительством, достигает значительного социального прогресса. У нас были архитекторы, которые говорили, что архитектура — это вид искусства. Они не приветствовали чрезвычайно рационалистической позиции Майера. Если мы измеряем влияние Майера на городские проекты здесь, такие жилые дома вы встретите на каждом углу. Но зданий Ханеса Майера в Мехико нет. Зато есть много зданий, которые явно были созданы под его влиянием. Представители Баухауса Джозеф и Ани Альберс также привносят идеи своей школы в Латинскую и Южную Америку. Они получают известность благодаря своему предварительному курсу, который они проводят в поездках по Мексике, Кубе, Перу и Чили. В Мексике Ани Альберс увлекается техникой и традиционными узорами, которые она впоследствии преподает в Black Mountain College. Мексиканская художница Амуар Муниос вдохновлена текстильным искусством Ани Альберс. Она основала Юка Тех на полуострове Юкатан. Лаборатория технологий будущего и традиций в древней деревне Майя. Эти швеи раньше работали на текстильной фабрике. С момента ее закрытия они вынуждены жить на доходы от своих ремесел. В основе этого проекта – идея сотрудничества и соучастия. А еще он призван объединить традиционные ремесла с движением «Сделай сам» и приблизить друг к другу ремесла и технологии. Все детали здесь, которые вы делаете – это панель, это электрическая шляпа. Все они работают от аккумуляторов. Солнечные панели соединены проводящей стальной проволокой, чтобы сформировать электроцепь. Проволока нашита на подкладку ручной работы из материала геникин, который изготавливается из агавы. Днем солнечная панель заряжается солнечным светом около пяти часов. Затем она две ночи дает электрический свет. Ночью мне это очень пригодится, потому что у нас в деревне темно. Я оставляю ее включенной всю ночь. Это очень полезная штука. Когда я иду в туалет или слышу странные звуки, свет очень яркий. Это просто здорово. Амур поддерживает женщин, говорит, что они могут гордиться приобретенными знаниями. А как твой муж относится к тому, что ты знаешь, как работает солнечная энергия, светодиоды и что такое аккумулятор? То, чему ты научилась, это базовые инженерные знания. Даже если ты этому не веришь. Верю. Для меня это большой плюс. Это может мне пригодиться для наших новых изобретений. Использование новых материалов и продуктов открывает и экономическую перспективу на будущее. Мы думаем над созданием новых вещей, чтобы предлагать их на продажу. Сегодня традиционное волокно агавы в регионе Юкатан почти не выращивается. Зато растут продажи импортных синтетических волокон из Китая. Если мы не хотим, чтобы канули в прошлое народные ремесла, я думаю, что технологии могут помочь сохранить и то, и другое. Ремесла и их традиции. Соединение традиционных ремесел и технологий – это шанс обеспечить будущее швеям Юкатана. Художественный эталон для Амор – работы представительницы Баухауса Анни Альберс. Есть работы Анни Альберс с периода ее пребывания в Black Mountain College. Ей приходилось работать с тем, что есть. Выбор материалов был скудный, поэтому она начала использовать натуральные материалы. Пастбищную траву, эвкалипт, джут. Она сочетала их с промышленными материалами, как мы в Юкатек. Предметы быта из хай-тека – ручной работы. Баухаус – утопия современности? Баухаус можно найти во всей Латинской Америке. Связь с ним очень тесна. Лучший тому пример – это маленькая утопия, эти социальные эксперименты. Хоть и в небольшом масштабе, но этот пример демонстрирует, ради чего замышлялся Баухаус. Напоследок хочу сказать, что влияние Баухауса сегодня проявляется не в законченных, разработанных продуктах. Прошло много времени. Сто лет – это не так уж мало. Однако Баухаус играет важную роль при обучении дизайну, поскольку Баухаус до сих пор служит отправной точкой. В первую очередь Баухаус был школой, целью которой было воспитание нового человека. Поэтому педагогика имела там особое значение. Церемония открытия немецкой школы в Мадриде. Танцующие студенты и профессиональные танцоры осваивают новое здание. Исследование пространства через движение – метод, который практиковался еще на сцене Баухауса. Эта школа выделяется своей архитектурой. Она подчеркивает – это немецкая школа. Это самобытность немецкой школы. Это открытость, которую я увидел, когда попал в это здание, убедила меня. Здесь не все обнесено стеной. Архитектура подчеркивает открытость школы. В Баухаусе прозрачность архитектуры сопровождалась новой, открытой педагогикой. Здесь ее символизирует белый бетон, стекло и алюминий. Внутренние дворы состоят из похожих на ячейки, соединенных друг с другом, зданий, в чьих нишах дети могут найти уединение и покой. Через окна в крыше дневной свет проникает в школьные дворы. Архитектурная концепция имеет несколько измерений. Для нас, как школы, важно подчеркнуть, что отдельные зоны – часть единого целого. Это возможно благодаря переходам, которые мы видим во дворах. Большие окна позволяют насладиться прекрасным видом из классных комнат. Такой красивый, естественный пейзаж – это, конечно, особая удача. Зеленый цвет создает нужную для образования атмосферу, спокойствие и долгосрочных перспектив. В 21 веке быстро меняющееся общество требует новых педагогических импульсов, которые здесь поддерживаются архитектурой. Архитектурные формы этого здания, безусловно, имеют архитектурно-художественно-эстетическую ценность. Но для нас они имеют и прагматическую ценность. Художники и преподаватели искусства рисуют, лепят, создают и работают с этими формами. И это здание служит источником вдохновения. Это показывает, что связь со школой может возникнуть, и благодаря зданию. Как мы хотим жить в будущем? Этот вопрос, который задавали себе создатели Баухауса, актуален до сих пор. Ответ на него продолжают искать. Чикаго. Родина небоскребов. Магнит для архитекторов со всего мира. Здесь, в 1937-м, был основан институт дизайна IIT – новый Баухаус. IIT – преемник оригинального Баухауса из Германии. Главное направление исследований – Human Centered Design. Этот вид дизайна не имеет ничего общего с архитектурой или мебелью. Он формирует реальность, в которой мы живем. Исследователи сопровождают проект «Парк восстановления» в Детройте, штат Мичиган. Ни в одном другом городе США нет так много пустых пространств. Произошло это не от хорошей жизни. За последние десятилетия автомобильная промышленность в Детройте развалилась. В городе высокая безработица. В 2013-м городские власти объявили банкротство. Детройт потерял две трети своих жителей. От двух миллионов осталось 600 тысяч. Мы много работали с дизайнерами, например, с Чикагским институтом IIT. Мы думали над тем, как лучше всего использовать землю и реанимировать инфраструктуру. Как создать новые рабочие места. Как создать инфраструктуру в другом способе. Как создать работы. Избыток места тоже может стать источником проблем. Гарри Возняк был наркоманом, сидел в тюрьме, а потом не смог найти работу. История собственной жизни послужила для Гарри мотивацией. Несколько лет назад он основал парк восстановления. На бывших заводских площадях он построил теплицы, в которых трудоустроены более 20 человек. Мы хотим создавать рабочие места для людей, которым трудно найти работу. Людей, которые выходят из тюрьмы, борются с зависимостью, плохо образованы, не имеют жилья, много лет сидят без работы. Мы также предлагаем нашим сотрудникам стопроцентную медицинскую страховку. Мы также заботимся о жилье, транспорте, одежде и еде. Мы заботимся обо всем этом. Люди могут здесь не только работать, но и учиться. Баухаус сегодня – социальный дизайн повседневной жизни. Это тоже дизайн. Кевин Харрисон учится на садовника. Просто приятно видеть, как что-то растет, а потом это попадает в супермаркет и кормит людей. Это просто замечательно. Мне очень нравится моя работа. Вы знаете, это как сама жизнь. Все начинается с семени и потом расцветает. Как и у нас, людей. Это просто замечательно. Для Гэри Возняка парк восстановления – это больше, чем трудотерапия для решения социальных проблем. Городская ферма уже обеспечивает продуктами 133 ресторана. Его мечта – выстроить крупнейший городской фермерский бизнес США. Я хочу, чтобы Детройт оставался автогородом, этим всемирно известным брендом, но также прославился как город еды или город социальных перемен. Берлинский архитектор Юрген Майерхак любит эксперименты. В центре его утопии не люди, а границы архитектуры, их поиск и преодоление. Сегодня главная задача архитектуры – инновационное планирование. Это происходит в разных категориях, в том числе и в строительстве. Новые материалы и методы строительства открывают новые возможности для архитектуры. Например, в Севиле, благодаря клеенной древесине и палеотановому покрытию, удалось создать крупнейшее в мире деревянное строение. Это совершенно новая, органическая архитектура. Ширина конструкции «Метрополь Парасоль» в испанской Севиле достигает 150 метров. Сначала было даже неясно, устоит ли конструкция. Технология склеивания – более 3000 кусков дерева была разработана в одном немецком институте. Цель архитектора – выше, быстрее, дальше. Огромная органическая конструкция вдохнула новую жизнь в центральную площадь старого города. Майер Ха иногда называют «главной надеждой Германии со времен Баухауса». Он воплощает в жизнь то, что было технически немыслимо во времена Баухауса. Серийное и трехмерное строительство с использованием готовых элементов, которые в то же время позволяют создавать художественные формы. Сейчас Майер Ха строит частный университетский городок в Берлине. Это очень скульптурное здание из инфракрасного бетона. В самом бетоне шарики из пеностекла, которые улучшают изоляционные характеристики бетона и таким образом освобождают нас от необходимости дополнительной изоляции из пенопласта, которая должна наноситься снаружи. Это также позволяет свести до минимума необходимости техобслуживания здания. С новыми материалами в Баухаусе экспериментировал еще сам Гропиус. Формы в то время были прямыми и прямоугольными. Возможно, Баухаус сегодня – это и есть здание Майера Ха, которое расширяет границы архитектуры своими скульптурными конструкциями. Времена Баухауса, период восстановления после Второй мировой войны и последующие десятилетия избытка на Западе прошли. Наступает новая эра с новыми вызовами для современных дизайнеров. Быстрый рост городов, перенаселение, растущий дефицит места и жилья на фоне истощающихся ресурсов. Устойчивое развитие – это тоже важная тема для Баухауса. Бережное отношение к ресурсам и рабочим материалам. Нельзя забывать, что они начинали во времена бедности и дефицита. У Баухауса никогда не было денег, поэтому студентам нужно было бережно обходиться с рабочими материалами. Сегодня на смену девизу «выше, быстрее, дальше» пришел «меньше». На территории Баухауса архива в Берлине расположился университет Тайни Хаус – социальный эксперимент. Инициатор – немецко-лаусский архитектор Ван Бо Леменцель. Сто лет назад Баухаус задавал вопросы о другом будущем. Это было время смены политической системы, перехода от монархии к демократии. Тогда еще никто не знал, что такое демократия. Как выглядит мир, в котором все имеют одинаковые права? Как выглядит квартира, где каждый заслуживает кухню, балкон и солнце? Как выглядит общество, где каждый имеет доступ к образованию? Спустя сто лет после основания Баухауса все больше людей вновь задумываются о новой культуре строительства и образования. Это место должно служить площадкой для эксперимента. Все они ищут ответ на вопрос, как мы можем революционизировать сферы образования и строительства. Мы начинаем с очень маленьких вопросов. Например, как обзавестись жильем, не становясь землевладельцем. Так возникла идея крошечных домов, которая мне очень и очень нравится. Крошечный дом стоит на колесах. И пока он стоит на колесах и имеет номерной знак, юридически это автомобиль. А машине земельный участок не нужен. Площадь этой комнаты всего 6,5 квадратных метров. Это очень, очень мало. Но если вы посмотрите вокруг, обстановка почти что декадентская. У меня высокие окна и высокие потолки. 3 метра 60 сантиметров. Не пора ли нам умерить свои амбиции? Работать, спать и жить менее чем на 7 квадратных метрах. Это минимализм в действии. Вот здесь гардеробная. А вот ванная. Вот туалет, компостный туалет. А вот и душ. За маленьким деревянным домом стоит большая идея жить дешево, гибко и демократично. Дом для цифровых кочевников. Для людей, которые не могут или не хотят иметь постоянное место жительства. А раз так, почему бы сразу не переехать в кемпинг? Мини-дома состоят из модулей. Их легко перевозить и собирать. Материалы пригодны для вторичной переработки. А еще Тайни Хаус — это мобильность. Мы считаем, что должны работать на благо общества. Мы стараемся найти решения для актуальных проблем. Голода, недостатка воды, энергии, миграции. В кемпинге, конечно, эти проблемы не решишь. Согласно прогнозам, к 2050 году население планеты достигнет 10 миллиардов человек. Нужно искать новые формы совместного существования. Эта мысль все еще сидит в нас очень-очень глубоко. Как можно больше покупать, владеть, продавать, потреблять. Мол, жрите и, пожалуйста, не задавайте вопросов. Мы жили так последние сто лет, и это было нормально. Но, быть может, теперь нам пора переосмыслить свой образ жизни и спросить себя, в чем смысл этого бесконечного потребления. Перестать потреблять, начать строить — вот к чему я призываю. Если на земном шаре освоены все, даже самые глухие уголки, значит ли это, что человеку будущего придется покинуть планету в поисках новых миров? Чтобы добраться до Марса, нужно сделать промежуточную посадку на Луне. Так что сначала Луна, а потом Марс. Этот человек уже построил на Земле все возможное и невозможное. Сейчас он проектирует дома для Марса. Британец сэр Норман Фостер — один из самых известных архитекторов современности. Меня всегда завораживал космос. Полеты, космолеты, экспедиция на Луну. Проект по освоению Марса, НАСА, базируется на совместном с Европейским космическим агентством проекте по освоению Луны. В космос отправляют роботов. Они делают красную смесь со специальными добавками из марсианской пыли. Из этой смеси они создают оболочку, сходную с костной структурой людей-животных. Она будет служить защитой для надувных зданий на Марсе. Цель проекта Фостера — исследовать, что можно построить из материала, имеющегося на Марсе. Потому что отправлять в космос тонны стальных балок и изоляционных материалов неэффективно. Конечно, это научная фантастика. То, о чем я мечтал в молодости, теперь становится реальностью. А еще я думаю, что этот космический проект немного напоминает самое высокое здание, как средневековые соборы, которые возвышались до небес. Я считаю, что природа человека стремится к чему-то более высокому, возвышенному, переступать границы, расширять пределы человеческой изобретательности, бросать вызов гравитации. Исторический Баухаус — это был рывок вперед, взгляд в будущее и вера в технологии. Наша современность — виртуальная, цифровая, глобализированная и в недалеком будущем — полностью технологичная. Идея освоения новых планет кажется смелой, радикальной и в то же время последним средством расширения среды обитания. Там, на Марсе, людям снова придется жить в пещерах. Я думаю, что будущее нашей планеты по-прежнему на нашей планете. Поэтому более разумно сначала навести порядок на Земле, улучшить условия жизни большинства. Этого можно достичь с помощью идей Баухауса. Сегодня идеалы Баухауса еще более актуальны, чем сто лет назад. Нам нужен творческий дизайн, чтобы справиться с вызовами нашего времени, быстрым ростом городов, загрязнением окружающей среды, изменением климата. Я говорю об окружающем нас мире, улицах, парках, мостах, общественном транспорте. Все это дизайн, а Баухаус — это тоже дизайн. У Баухауса было очень оптимистичное, очень утопическое и в то же время приземленное представление о дизайне. Думаю, что для нас, архитекторов, дизайнеров и градостроителей, самое главное — это качество жизни. Мы убеждены, что улучшив качество дизайна, мы улучшим и качество жизни. Никто не знает, как мы будем жить в будущем, но это будущее будем строить мы. И если единственной константой остаются перемены, тогда нам всегда будет нужен дизайн. По крайней мере, пока люди населяют эту планету, и не только ее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok